Всех снова приветствую, с вами я, Алексей, мы играем в Fallout 2, и давайте же, собственно, мы в Сан-Фране, и мы теперь пойдём тут покупать чего-нибудь, да, и ещё оружие, да, да-да-да. Ну, в общем, пока что мы в Сан-Фране будем стараться не выполнять заданий, блин, броня, конечно, дороговатая, ну вы поняли. Хотя, а, это обычный мини-ган, обычный мини-ган нам тем более не нужен, но круто, что здесь есть тяжёлое оружие, кстати, пора уже, наверное, начинать вкачивать и тяжёлое оружие тоже, но всё же, пока у нас есть миссии, то лучше всё-таки красноречие вкачивать, ну и да, доктора там тоже нужно вкачивать, да много чего нужно вкачивать, в принципе, до 30-го уровня-то мы по-любому вкачаем тяжёлое оружие, но... Это довольно рискованно, то есть, ну, мало ли что может случиться до того уровня. Капец, и как назло, короче, гаусс-винтовка продаётся сейчас здесь, и базар уже здесь продаём. Слушайте, всё, берём, короче, базар и не базарим, и спокойненько, в общем-то, играем. Ну, я не знаю, чего я здесь искал, на самом-то деле. Вот чего я здесь искал, вот скажите мне, пожалуйста, в этом городе, что мне покупать, вопрос такой. А, вспомнил, отмычки, да. Ой, нет, ну, короче, супер-пупер электронную отмычку, по-моему, можно здесь купить. Смотрите, ещё одну броньку взяли, прикольно. Ну, тогда пойдёмте в другие магазины, посмотрим, что там находится. А, и точно, нужно же сохранить на сран-фран. Так, сан-фран-циско, жирное пиписко, вот как-то так. Сюда теперь, здесь я, насколько я помню, один парень есть. И, да, интересно. Сюда я могу, кстати, заглянуть, круто. И здесь есть, кстати, я что-то не замечал этой комнаты раньше. И не проверял, здесь есть что-то или нет. Видимо, потому и не замечал, что здесь ничего нету никогда. А хотелось бы что-нибудь стыбрить. Ну, давайте теперь по полочкам разложим. Э, только не говорите, что это сулик. Так, да, это сулик. Суляка вонючая. Кыш. Ну, блин, ну сулик, ну, твою ж. Мамку-броминиху. Мне нужно снаряжение, всё. Три тысячи, неплохо. Но деньги в крайнем случае нам нужно получать. Смотрите, а тут даже корни вот эти вот и цветки продаются. Это очень интересно. Кстати, ментаты тоже круто, что здесь продаются. Я что-то не помню. Хотя, вроде бы, помню, что они действительно продавали здесь. Ну, в общем, нам же нужно не это. Я ведь прав. Возможно, нам придётся на танкер пойти, чтобы купить то, что нам нужно. Лазерное ружьё уже апгрейджено с увеличенным магазином. 6600, блин, дороже, чем там. Дороже, чем в НКР. Это вообще отстой, да. Ну, тогда идём. Знаете, что мне надо? Твоё кунг-фу не принесёт тебе пользы. В один прекрасный день я одолею тебя, дракон. Я буду ждать тебя, ОПН. Забавно. То есть, мы смотрим на них. Да, ОПН, да, О и дракона. В общем, здесь мы будем учиться безоружному бою. В будущем нам обучение безоружному бою понадобится, чтобы в Ньюрино, в общем-то, и не только в Ньюрино, в общем, в разных городах кое-чем заняться. Так, ты дракон? Кто вы? Я дракон, защитник народа и заклятый враг ОПНа. Мы с ним последние мастера великого боевого искусства. Это интересно и должно быть выгодно. Так. Вот вопрос. То есть, на самом-то деле, я помню, можно кого-то из них замочить на ринге. Это первое. Во-вторых, типа, этот дракон, он там защитник, что-то там ещё. Давайте пойдём к ОПНу и посмотрим, что он. Ну, на самом-то деле, насколько я помню, ОПН и дракон, они друг от друга мало чем отличаются. Кто вы? Я ОПН. Дракон всё носится с тем, что я его заклятый враг. Почему ему так хочется иметь заклятого врага? Лежит за пределами моего понимания. Я просто сражаюсь так же хорошо, как и он. И считаю, он мягкотелый распривичает всяких слабаков. О, мы враги, потому что принадлежим к одной школе боевых искусств. И тот из нас, кто победит другого, станет хранителем традиции. Ну, этот чувак довольно адекватный, но тот чувак добрый, типа. Он всех обучает этому боевому искусству, следовательно. Я, короче, я за него. Я буду за дракона. Ну, то есть, у него буду учиться. Потому что я считаю, что, как бы, нужно всем помогать. По возможности, если тебе это во вред не будет, собственно, самому. Научите меня драться. Ну, что ж, начнём. По-моему, можно четыре раза учиться у него. Начнём. Повторяйте за мной. Герой многих крестьян ши, да, дракон. Он, кстати, на варвара похож, но... Как мы знаем, то есть, например, сулик и другие, в принципе, варвары здешние, они, короче, добрые и хорошие. Как это ни странно, каннибализмом не занимаются в основном. Поэтому, почему бы мне с ними не дружить? Так, рукопашная 60. Больше надо рукопашной нам. Научите меня ещё драться. Мои уроки не исчерпываются телодвижениями, господин Тарапыга. Обдумайте это, возвращайтесь завтра. Блин. То есть, за один день только один раз можно потренироваться. Ну, ладно. В принципе, нам всё равно нужно где-то здесь подоставать всяких лутов всякого. Ну, вы поняли. Чё тут в шкафчиках нифига нету. Так. Вот сюда теперь зайдём. Может, здесь что-то есть интересное. О! Как раз я не пожалел, что сюда зашёл. Так. Ну, давайте что-то... А, нужно... Ладно, не буду забивать себе инвентарь всяким дерьмом. Я просто пойду куда-то там. Пойду покупать на танкере что-нибудь. А что там на танкере мне надо покупать? Это забавно. Интересно. То есть, что я там ищу? Я ищу, короче, суперотмычки и всю фигню. Да, жаль, что мне, скорее всего, не хватит этого. Денег на броню, на нормальную. И на оружие. Хотя, мог бы я, наверное, за 6 тысяч вот этот вот купить пулемёт. Но, с другой стороны, даже жаба меня немножко давит. Так. Здесь нужно к этой подойти. Что у вас есть? Посмотрите. Окей. Посмотрю. Или ты думаешь, я не буду смотреть? Что? Это всё? Так. Так. она каждый раз спрашивает типа это все или не все ведь она ж не покажет нам другую полку вот электронная отмычка мод 2 и тогда мы пойдем с ней до бозора ой сенсор движения слушайте а я не помню сенсор движения по моему полезный дофига книжки блин книжки это самое она большая научная книга это химические журналы короче их лучше не покупать они короче бесполезны но я даже не знаю что мне покупать вот это конечно ценная штука до сенсор движения я не знаю насчет сенсора движения по-моему он что-то увеличивает сколько он стоит 3000 то ли навык скаута как раз увеличивает если его носить ну конечно навык скитальца нам мастхэв сколько 3800 они не так уж и дорого стоят да давайте попытаемся выкупить их все так ну да да все получится я думаю а может вот это вот тоже могу продать запросто ну тогда книги убираем нафиг раз и два 2300 1400 окей значит вот это убираем 1700 1500 так 1429 80 по моему нужно давить да все правильно так отмычка у нас супер пупер отмычка это замечательно теперь наша задача собственно другими вещами заняться а именно какими вот это сюда значит и пожалуй вот у тебя мы что-нибудь выторгуем нам нужно куча денег чтобы у нас была куча денег нужно стоять стоп 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 так раз два стоп у тебя два счетчика да у тебя два счетчика вот это тоже тебе не нужно абсолютно так патроны тебе давайте отдадим ибо мне они не пригодятся вот это тоже положим к тебе пока что и вот это к тебе положим ну все как бы так теперь дальше какой же гемор с этим инвентарем и и чё тебе надо торговать мне надо понял суляка-галяка так 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 вот это все продавать надобно пожалуй пендаль пендаль очень мощный на самом-то деле я даже не уверен стоит ли его его наверное стоит как раз потом им вооружить наших спутников кого-то из них вот эти вот все штуки кстати у тебя у тебя два этих пистолета пулемета поэтому один тебе явно не нужен из них тебе он слушайте ему не нужно это винтовка могу я взять нет я столько не подниму а если так а так подниму просто эти вещи гораздо дороже чем те а весят наоборот в общем давайте еще раз посмотрим нам нужны книжки да книжки это самое оно вкусняка я бы сказал так большая научная книга эти штуки и где-то тут еще был этот датчик движения раз и три тысячи сразу видите замечательно просто так 3072 3142 222 нужно 266 вот 262 и 4 давайте дадим 4 монетки все да у меня есть все что я о чем я мечтал по крайней мере для выполнения квестов это как раз то о чем можно мечтать потому что да для боя нужно броня броня дорога и так далее но не все квесты выполняются боем а вот то есть компенсировать недостаток каких-то навыков путем того что у тебя есть такие вот вещи это прикольно так а здесь я так понял альтернативы этому чуваку нету что у вас есть так что у тебя есть у тебя есть антивинт блин антивинт он нам пригодится причем блин а я думал это бах что он здесь продается то есть по идее у нас есть квест на разработку антивинта и это как бы наверное плохо ну то есть там на самом то деле ой стоп у него гаечные ключи продаются мне что-то казалось что они у него не могут продаваться ну ментатов нам принципе я люблю то психа то ментаты покупать зачастую но сейчас я этого не буду делать пожалуй так 50 и 50 отсюда возьмем чет у него вообще нифига нету парень ты странный какой то почему у тебя нифига нету тогда желаю хорошего дня а тут тоже можно посмотреть что то а это просто пустой контейнер странно очень 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 странно тут можно в принципе гаусску украсть но я украдывать гауссок не собираюсь мы пойдем скорее всего теперь куда то и будем делать что то ну вы поняли как мы обычно и делаем так антивинт нам пригодится в автомобиле его положим и пусть он там валяется это такая штука которая никогда не бывает лишней потому что винтом то мы скорее всего будем пользоваться кстати винтом и лучше пользоваться потому что он дает о.д. а.д. как вы понимаете эта штука очень крутая их всегда не хватает скажем так 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 тут ничего нету так а тут кто то все пооткрывал круто наверное надо наверно к хабологом зайти это было бы интересно так вот тут что находится ну да это конечно же те вещи которые были добавлены через некоторое время ничего нету просто шаром покати что это за издевательство такое а ю факин кидин ми кстати ну я хочу вам сказать что вот как бы у этого чувака по идее есть кое-что да видите гаусска но как бы мне гаусска во первых не то чтобы нужна хотя она бы мне могла пригодиться особенно если к сиди ее дать но я говорю что я не буду красть без необходимости если то есть это не необходимо для миссий поэтому я не буду ее красть так уже многие делали это еще одна лепта оправданий моих будет вам ладно выходим тогда из танкера здесь я в принципе нашел что это дает нам сенсор движения ват электроникс модель видок видок фиксирует движение биосуществ на определенном расстоянии в метрах при помощи датчика наличие такого сенсора в вашем снаряжении поможет избегать нежелательных встреч за городом плюс 20 процентов к навыку натуралиста вот видите какая крутая эта штука кстати а его а использовать то есть и он расходуется или не расходуется я не понял я только не знаю его нужно надевать чтобы он работал или же то есть достаточно чтобы он у меня в инвентаре был ну в общем штука крайне прикольно то есть ну вы понимаете 20 процентов к натуралисту это на дороге не валяются это на дороге совсем не валяется теперь можно наверное брать квесту братство стали ух смотрите рыба слушайте это новое это в моде добавлено что она нам дает чешуя глазастой рыбы если правильно приготовить то возможно получится вкусно поесть чешуя причем тут чешуя может эта рыба нам пригодится когда-нибудь тут какие-то бедные китайцы живут есть знаете богатые китайцы а есть бедные китайцы вот это вот бедные как раз там один китаец короче купил себе ну не себе а своим собакам короче пятьдесят седьмых айфонов или шестых не помню какие там есть сейчас айфоны ну в общем коррупционные китайцы все что-то я не нашел вход в это здание все заходите чтобы я мог выйти отсюда кстати а тут ничего нету я посмотрел ну и раз мы уже то есть столько у нас книжечек по натуралисту и нам нужно сюда возвращаться в будущем и то есть много другого нужно делать то по сути получается что нам выгодно взять как раз квест братство стали и отправиться в навара ну как на время я не буду выполнять квесты в навара я просто броню там стыбрю и один модуль хотя может и квесты стоит выполнить но я не уверен что мне красноречия на квесты хватит на самом-то деле вот в чем весь прикол нам по-моему нужно сюда спуститься чтобы квест сдать кому-то мне надо дать эту всю фигню вот этому чуваку надо сказать что нужно я здесь чтобы убить вас всех кто вы я ник 7 второе лицо на этой базе прежде чем ты спросишь ник расшифровывается как настроенный искатель колеса а семерка означает что я очистил 7 уровней нейродинов моего духа еще это значит что я более просветлен и ближе к ступени великого колеса чем ты а это в свою очередь означает что ты расскажешь мне что тебе здесь нужно немедленно хочу понять иметь ли смысл присоединяться к вам великолепно заходи заходи поговори с хуаном крузом и вики вольдман они знаменитости ну ты знаешь но они поговорят с тобой кто они они звезды юрена они увидели истину в нашей проповеди и пришли чтобы очистить свои нейродины это короче какие то порно звезды где их найти их можно найти в молельне они там демонстрируют нашим новым рекрутам и сомневающимся как это здорово быть хабологом покажите их мне но 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 пустите меня да я с короче с вами и все такое может у них здесь что-то интересное есть даю-ка даю меня атакуют если я сюда войду да мы верны не 9 кстати они зелененьким видите на меня орут а если так сделаю ха 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 обдурил я вас ну хотя нет в верстаке блин опять мне нужно вам все скидывать ужас рыбу вам скидывать все а я не знаю зачем рыба нужна вообще в этой игре вы то не знаете блин то туда то назад постоянно перекидываем это все дерьмо и вообще вот эту вот штуку тоже так так все 143 нам больше не нужно патронов на самом то деле так пока все много же весят эти все вещи не гаечные ключи можно продавать получается у у у у ящички до люблю ящички Блин, меня всегда, короче, бесило, что здесь у хабологов, на самом-то деле, изначально не было никаких ништяков на базе. Как же мне нравится этот мод, что он добавил здесь лута к ним на базу. Как это не удалось? Я не понял. Всё должно... Оооо, топливо! Топливо это то, что мне сейчас как раз нужно, потому что у меня автомобили, как бы, топливо для меня слишком дорогое. Пока что. Поэтому халявное топливо это лучшее, что можно пожелать. Чё-то закрытый ящик, но при этом он пустой. Это довольно странно, согласитесь. Так, ещё вскрыли. Ооо, 100 патронов, круто! Вот прикольно, что у хабологов здесь есть оружейное. Как же мне это нравится. Я вообще люблю лутать, в принципе. Так, в коробках нифига нет. Ага, тут значит закрыто. Но ничего, я открою. Только тут ничего нету. Закрыто, и при этом ничего нету. Забавно. Ну же, да, Дезерт Игл. Это значит, что у нас будет больше патронов для нашего суперпендалитика. Давайте-ка сохранимся. И вскроем. Капец, сколько я тут наутал. Вот эти вот патроны, кстати, тоже прикольные. Да и штурмовая винтовка сама по себе тоже прикольная. Тут всё прикольное. Так. Так. Ооо, да, медикаменты. Я обожаю наркоту всякую. Упарывался бы вечно ею. Может здесь ещё? Посмотрим. Ой. Правда, это всё очень много весит. Наверное. Всё, ура! Я-я-я. Я много чего взял. И, в общем, тут хаббологическая всякая фигня. И тут, короче, кресты. И это... А зачем у них кресты? Это ж хаббологи. Слушайте, зря они добавили сюда кресты. Я же чудесно знаю, что... Ха... Кресты это символ, по-моему, детей апокалипсиса или что-то вроде того. Ну уж точно не хаббологов. У хаббологов, короче, колесо вместо крестов. Они любят колёса, поэтому у них колесо символ. Великое колесо анального угнетения. Что? Ничего нету, вы издеваетесь? Так. Эй. Э-э-эй. Э-эй. О, да. Нет! Как? Как? Почему? Что такое? Что случилось? Ничего я не пойму. Вот это бери, вот это бери, всё бери. В общем, мне надо между сериями тут всё сделать, в общем-то, будет. А с вами я, пожалуй, прямо сейчас попрощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, если понравилась серия. Мы, да, я понимаю, больше лутались и говорили о том, что здесь есть, чего здесь нету, чем, собственно, выполняли квесты. Но, тем не менее, до следующих серий. Пока-пока.